И все, привет ребят, с вами StarVike, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашему новому ивенту, сегодня у нас пятница утра, и сегодня у нас стартовал новый ивент, который называется Золотая Лихорадка. Сегодня мы вместе с вами приобретем новое спецпредложение, возможно сразу же узнаем за кого мы попались, хотя скорее всего на это потребуется какое-то определенное время, ну и рассмотрим ивент, который уже у нас стартовал. Для этого ивента, чтобы получить награды, очень хорошие в виде дополнительного скин-контейнера Жиги Пульсар и, что тут у нас еще из интересного было, вроде как все, да, Жига Пульсар и скин-контейнер, надо 450 новой валюты, 450 лепесточков. Есть у нас три фракции, которые уже борются, и пока что у нас лепреконовое братство ведет на момент утра пятницы, да, посмотрим за кого нас тоже запикает, ну и по сути, наверное, в этом ивенте тоже донат и покупка как раз-таки этих лепестков будет решать. За донат, если честно, я не знаю, насколько много можно купить, я знаю, что вот есть спецуха за 2000 танкоинов со 120 лепестков и есть вот эти вот лепесточки за кристаллы. Поэтому давайте зайдем в магазин, посмотрим, посмотрим, где, чего и как и сколько купить здесь можно их. Так, обычные, да, то есть здесь их нет дополнительно нигде в как раз-таки покупках, например, там за танкоины либо премочку покупать. То есть есть только возможность купить спецуху, которая единоразовая за 2000 танкоинов, да, и все, 120 лепестков. То есть получается в этом ивенте как раз-таки нужно тратить кристаллы, чтобы получать дополнительные предметы, получать эти три листники. Ну и ко всему прочему дополнительно еще появятся супермиссии, да, одна из которых у меня уже есть, но она... А, с пропуском события, да, вот как раз-таки появляется у нас. Что касаемо самого ивента, появилась определенная информация о том, что скорее всего в этих сейфах есть еще дополнительные награды. Потому что над каждым сейфом есть значок вопроса. Этот значок вопроса скорее всего означает то, что там есть еще какой-то дополнительный приз. Например, в первом дне нарисован значок аптечки. То есть скорее всего это какой-то дополнительный бонус в виде аптек. Быть может просто та фракция, которая забирает этот сундук, например, там получает по 100 ремкомплектов. Да, то есть если это так, то в принципе это прикольно. То, что есть еще какие-то дополнительные награды, есть дополнительный интерес выигрывать каждый день. Ну и по итогам всех этих 11 дней, та фракция, которая будет иметь больше сейфов, та и заберет новый скин огнемета Легаси. Что касаемо моего личного, например, зачета, я сегодня приобрету фракцию и начну выполнять ежедневные заданки, да, которые будут у нас появляться. Ну не ежедневные, а как бы там супермиссии с этими лепестками. Я думаю о том, что скорее всего лучше их пока что не забирать, да, то есть я выполню эти заданки и оставлю их просто в супермиссиях. На момент, если вдруг мне надо будет поменять сторону, да, если вдруг я увижу то, что есть смысл сменить сторону, чтобы забрать как раз таки сейфы и выиграть одну из короче фракций, то мы просто в определенный момент поменяем сторону и потом уже получим все эти лепестки, да, потому что эти задания появляются лишь только один раз и у вас нет возможности их, например, забрать, поменять сторону и опять еще раз выполнить. То есть это 110 лепестков, которые вы можете просто дополнительно подсейвить, да. Конечно, вы можете их сразу активировать, если вы не собираетесь менять сторону, но если вы вдруг нацелены на Жигу Легаси и хотите при этом еще немножечко сэкономить, то вы выполняете эти супермиссии с лепесточками и просто их оставляете на тот момент времени, когда вы уже четко поймете, какая фракция будет выигрывать и то, что именно ваша фракция победит в этом ивенте и вы заберете этот долгожданный скин. Потому что если вы переходите с стороны в сторону, то ваши лепестки с личного зачета сгорают. А то, например, в предыдущем ивенте, который назывался зомби, зомби иммуны, если я не ошибаюсь, я сначала потратил 3 миллиона кристаллов за одну сторону, тушил, а потом перешел за другую сторону и еще туда же столько же втушил. Поэтому я потратил двойной размер. Понятное дело, что это кристаллы, которые мне там особо сильно не нужны были, но в любом случае я потратил безумно большое количество, чтобы просто с ивента получить те награды. То есть я потратил двойной тариф, а можно было просто взять и потратить всего лишь все это дело один раз. Поэтому в моем понимании и мой вам совет, лучше не торопитесь. То есть вы сделаете все спокойненько, без кипиша, посмотрите, какая фракция будет вести. Ну и потом уже быстренько, если собираетесь покупать как раз-таки эти лепесточки и забирать скин-контейнер, то просто без дополнительных трат приобретете и все получите. Так, ну а мы переходим в магазин, покупаем заветную счастливую монетку. Вот так вот делаем. Бах! Покупала, у сделали за 700 танкоинов. Дальше заходим куда на сайт. На сайте пока что ничего не показывается. То есть, ну я куда-то попал. Куда-то я попал. Посмотрим краски. Выдали ли мне сразу эти красочки и дают ли их 3? Если честно, лучше бы у нас выдавали бы только одну краску, за которую вы попадаетесь. Тогда бы можно было бы сразу понять, за кого вы попались. Да, и сразу можно было бы определить свою сторону. А так как сейчас у нас в подобных ивентах выдают все краски, вы даже не знаете, за кого вы попались. Да, понятное дело, что мне здесь все равно краски не нужны будут. Я на них играть все равно не буду. Поэтому можно было бы сразу же мне бы понять, за какую сторону я попался. И просто-напросто бы уже бы делал бы я бы свои шаги постепенно. И понимал бы, за какую сторону и сколько я могу втушить. А так мне получается надо еще ждать. И потом только через время узнавать, за какую сторону я попался. Но в любом случае, это только старт ивента. Еще ничего по сути не понятно. Как оно все пройдет. Ну как бы непонятно, я имею ввиду какая фракция выиграет. А так как ивент сам будет проходить. В принципе все ясно и понятненько. Пишите, что вы думаете по поводу ивента в целом. Как вы думаете, есть ли награды с как раз таки сейфов дополнительные. Либо это просто так здесь значки нарисованы. Хотя я не верю, если честно, в то, что просто так бы эти значки бы здесь рисовались. За какую сторону вы попались? Кто вы считаете, что выиграет? Ну и готовы ли вы забирать вкусный новый скин огнемета Legacy? Обязательно поддерживайте данный видос лайком, если вам понравилось. Подписывайтесь на этот замечательный канал, если вы еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну и конечно же не забывайте про то, что прямо сейчас проходит розыгрыш на 30 тысяч танкоинов. На 2 миллиона кристаллов по моему личному тегу, который можно найти в настройках игры. В аккаунтике вот здесь вот вкусненькую тимпешечку устанавливаете. Дальше оформляете покупочку в магазине игры. Сегодня у нас даже, кстати, скидочки есть. Покупаете танкоины, ежедневные, например, танкоины. Можно купить списушку, либо премочку. Ну и спускаетесь в описании, заполняете форму и участвуйте в этом замечательном розыгрыше. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.